Копирование Один-два раз, один-два раз, еще раз о копировании. Ну, копирование всегда было стандартной системой сохранения преемственности в искусстве. Греческое искусство мы знаем по римским копиям. В Средневековье тиражировало стилистические элементы, условные детали, единообразный шрифт и орнамент, поддерживая некий качественный уровень – эстетический, художественный, декоративный. Этот уровень сохранялся и дальше. Во времена Возрождения росписи соборов повторяли в целом композиции друг друга, основываясь на уже сложившемся церковном каноне, схеме топографии, иерархии, последовательности восприятия. Больше интерес к человеку, к индивидуальному, к анатомии привел к менее условным изображениям фигуры. Натура, оптические приборы и теория перспективы подсказывали варианты создания вполне иллюзорных изображений, сравнимых с объемной скульптурой. Ну, иллюзия была желательно разной для, положим, итальянцев с их контрастами, солнечным светом, пронизывающим все, проникающим в пространство храма, с их цветными декоративными мраморами, окружающими картины. И для фламандцев, например, с их золотыми барочными рамами, более мягким северным светом. Поэтому копия Рубенса с Караваджо – это трансформация, вольная копия с допущениями и правками. Как и его шубка, не копия, но, безусловно, парафраза в Тициановской картине. На копировании строилась и система обучения. Ученик повторял учителя и, если хватало таланта, двигался дальше. В Голландии 17 века спрос на картины породил ускорение этой системы. Для вступления в гильдию живописцу требовалась, ученику требовалась рекомендация мастера. При этом обучение зачастую не несло последовательный такой методический характер. Принцип «делай, как я» он приводил к тому, что подмастерье, копируя мастера, хорошо разбирался в практических вещах, в технических вопросах, в художественных приемах. Он мог приготовить поверхность доски и протереть пигмент с маслом. Он знал последовательность работы и принципы теплохолодности. Он часто овладевал поистине фантастической живописью, но мог недопонимать простейшие базовые вещи, связанные с построением, перспективой. Конкуренция вынуждала многих идти по пути жесткой специализации для доведения авторских приемов до автоматизма. Изменение системы обучения в XVIII веке в Европе на принцип «делай, как они» с появлением крупных учебных заведений, академий привело к более методически последовательному варианту получения профессиональных знаний. Но этот принцип тоже был основан на копировании. Только уже не одного конкретного мастера, а старых мастеров вообще. Греческих, римских эталонов, мастеров Средневековья и Возрождения. Система обеспечивала стабильный базовый уровень, на основе которого особо талантливые выстреливали, давая новые ориентиры, вписываясь в новые модные тенденции, определяя границы новых стилей, ну, так или иначе, регламентируемых и поддерживаемых академиями, государством, элитой. Отход от копирования начался в XIX веке с приходом новых течений, измов, когда все сменил принцип «делаю, как вижу». С одной стороны, это дало возможность попасть в художественное пространство малопрофессиональным художникам. С другой, их свежий непосредственный взгляд трансформировал несколько застоявшиеся академические приемы, заставил художников выйти на пленэр, обратить большее внимание на цвет, световоздушные какие-то эффекты. Однако, принцип «делаю, как вижу» он привел к бесконтрольному самообразованию, к тому, что копирование перестало быть системой обучения, а современная живопись потеряла преемственность, связь с мировым искусством в целом и с реалистическим направлением в частности. Тем не менее, копирование не исчезло. Оно не исчезло полностью, и на сегодняшний день можно выделить несколько различных вариантов копирования. Ну, первый – учебная копия. Призванные решить определенные ученические задачи, нужно поработать над анатомией, копируется академическая работа, где присутствует обнаженная натура, открытые части тела. Нужно сделать упор на технику и технологию, выбирается оригинал, при копировании которого можно это хорошо прочитать. Нужно поработать с тонкими цветовыми сочетаниями, копируется работа сложного колорита. Второй вариант. Вольная копия, повторяющая оригинал с искажениями, ну, с коммерческим прицелом, например, или в угоду некоему новому стилю, какому-то современному восприятию, может быть. Достаточно бесполезное копирование с точки зрения обучения, хотя и распространено у современных художников. Что-нибудь красивое а-ля Айвазовский по-прежнему неплохо продается. Третий вариант. Копия-реконструкция. Копия-реконструкция представляет картину в своем первозданном, свежем виде, без налета времени, так, как она выглядела, когда была написана автором. Часто это эффектная такая визуализация. Здесь, безусловно, есть элемент исследования, но присутствует и некий момент серьезного художественного допущения. Сейчас многие картины действительно выглядят не так, как раньше. Караваджо стал более контрастным из-за использования битума, в котором потонули полутона. Малые голландцы более прозрачными, светящимися из-за изменения показателя преломления масла. Копия-реконструкция пытается снивелировать эти временные изменения, но зачастую мы теряем привычное ощущение старинной картины, теряем шарм времени. Ну и четвертый вариант. Профессиональная, музейная, фоксимильная копия, визуально повторяющая оригинал, повторяющая его максимально близко с точки зрения техники и технологий, с элементами старения, более прозрачными слоями, пожелтевшим лаком, кракелюром. Такие копии, выполняемые в музее, непосредственно с подлинника, должны отличаться по размеру на 4-5%. Авторская подпись при этом не копируется. Такая копия дает полное ощущение оригинала, эффект старой картины, шедевр на стене. Самая близкая визуальная схожесть с оригиналом отмечается в момент написания. Далее копия и оригинал будут жить своей жизнью из-за разной скорости старения. Но, в общем-то, правильно технологично исполненная копия, вероятно, будет похожа на подлинник еще долгое время. Ну, про копии мы поговорим еще, конечно. Продолжение следует...